Обзор зарядного устройства, совмещенный с розеткой. Потребность в таком гибриде у меня была давно, но как обычно, все откладывалось на потом, пока не накипело. Кому интересно, прошу в обзор. Поставка доставляет посылку курьерская служба со склада из России. Коробка оформлена в фирменных тонах. С обратной стороны характеристики. Комплектация зарядное устройство, одна штука инструкция, одна штука характеристики. Управление из органов управления предусмотрен небольшой физический переключатель, который обесточивает весь блок устройств. Также на передней части есть небольшой малозаметный светодиод. Провод у блока с заземлением. Сечение кабеля 1,5 мм. Габариты снизу блока предусмотрены резиновые ножки, также продублированы характеристики. Настольный зарядник, наверное, любопытный читатель скажет, зачем мне такой Франкенштейн, ведь у тебя этих зарядников очень много. Данный зарядник идет на замену моему настольному заряднику Blitzwolf с пяти портами. Опыт проживания в Хрущевке показал, что инженеры, проектировавшие дом, не предполагали, что людям может понадобиться более двух розеток в комнате. Да и они были где-то внизу, поэтому пришлось протянуть удлинители. Но и на этом проблема была решена не полностью, так как удлинители все равно были на полу, а тянуться каждый раз под стол было неудобно. В данном устройстве сошлись оба варианта зарядка к телефону, да и розетка 220 вольт всегда под рукой на столе. А еще это все смотрится весьма культурно. Блок зарядки заявлен ГЭН, он компактен, и в то же время производителен. На выходе имеем четыре порта. Два порта USB и два USB, как показала практика, в моей семье из пяти человек, четыре портов вполне предостаточно. Стоит отметить, что свой рюмой я заряжаю отдельно со своего зарядного устройства. Ранее у меня на столе стоял зарядник с мощностью 65 ватт, его мне хватало с головой. Обозреваемый зарядник также на 65 ватт. Вот для сравнения оба зарядника рядом. Ну и просто отдельно зарядник на столе. При подключении мощность 65 ватт будут делиться между потребителями. Вот таблица распределения мощности, в зависимости от подключенных портов. Внимание привлекает вторая часть. Видно, что распределение мощности, при подключении всех портов, распределено в пользу портов USB с. Тесты проверим протоколы быстрой зарядки порта USB-A1 и USB-A2. Стоит отметить, что Detect PD на USB-A скорее баг тестера. Проверим протоколы быстрой зарядки порта USB-101 и USB-102. Отмечу наличие МТКП. МСРК равно ХТП ТСДС, ЭКСТ, МИСКО Стрит, НЕТ, ГЕЦ, АРТ, МИСКО Стрит, НЕТ, АПЛАУДС, АРТС, 5.39, 15.2023, 7.30, 3.CD56F. ЖКК ЛОУДЕНЬ равно ЛЭЙЗИ АЛЬТ равно, проверим сработку защиты при превышении нагрузки. Защита срабатывает при уровне нагрузки 74 Ватт. Проверим заявленную нагрузку на 65 Ватт при продолжительном использовании, продолжительный тест на 2 часа. Зарядник без проблем держит заявленную нагрузку. Проверим нагрев при продолжительной нагрузке, после 2 часов. Пиковое значение 65 градусов. Пульсация. 551 и 552 и 253, 2 и. Этог устройства честно выдерживает нагрузку, указанную в характеристиках. При своих относительно небольших габаритах, оно является удлинителем, разветвителем и зарядным устройством. Устройство комбинированное и в первую очередь, призвано решать проблему доступности розетки 220 Вольт и зарядного устройства. В моем случае, решает поставленную задачу на 100%. Кубик красив и легко впишется в интерьер. Купон магазин дает купон. Аар 0818 цена будет равна 5858. 21.08.2023 будет дешевле, снижена цена плюс купон. Заранее приношу свои извинения за орфографию и грамматику текста. Все допущенные ошибки сделаны не специально, а только по незнанию и в связи с несовершенством программ автоматической проверки текстов. Товар для написания обзора предоставлен магазином. Обзор опубликован в соответствии с П-18 правил сайта. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий.